Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение послания к римлянам. 15 глава, по сути, продолжает ту тематику, которая была поднята апостолом Памране в 14 главе, и здесь апостол Павел говорит, мы сильные должны носить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Напомню, что сильными, сильными в мире апостол Павел называет тех, кто открыл для себя размах спасительного дела Христа и не придерживался каких-то узких прежних данных Богом установлений для еврейского народа, связанных с пищевыми ограничениями, связанных с определённым календарём, ну и так далее. То есть, конечно, это не должно быть предметом разделений, каких бы то ни было. И апостол Павел здесь говорит о том, что необходимо носить немощи бессильных, то есть, принимать людей такими, какими и не есть, не превращать жизнь в споры, в какие-то об отстании своей точки зрения, в доказывание своей правоты, потому что, собственно говоря, мы понимаем, что ни к чему дельному и хорошему это не приведёт. Наоборот, каждый из нас должен угождать ближнему к назиданию. То есть, человек должен не о себе в первую очередь думать, а о том, что он может сделать для спасения ближнего. И возможно, что какие-то его поступки, какое-то его поведение или слова, они являются препятствием для другого на этом пути. И здесь апостол Павел обращается к примеру самого Иисуса Христа, ибо Христос не себе угождал, как написано, «Злословие злословичих тебя пали на меня». То есть, другими словами, сам Христос взял на себя злословие, поношение и грехи других людей. И на самом деле это очень важно, потому что мы понимаем, что действительно нельзя, во-первых, прописать все возможные случаи жизни и все нравственные установки. И кроме того, ситуация, в которой находился апостол Павел, она создавала в его нравственных, этических требованиях, такие проблемы, которые связаны с тем, что он отодвигал прежде бывший закон, но при этом, конечно, наряду с Евангелием должен был формулировать новые правила христианского общежития, потому что мы понимаем, что Евангелие, оно в первую очередь затрагивает вопросы личной нравственности, поведения человека, но, который, конечно, не существует вакууме, не существует сам по себе, но в то же время, конечно, в Евангелии практически ничего не говорится о принципах общежития. Эти темы там тоже есть, вне всякого сомнения, но она не является ведущей. Вот когда начали образовываться христианские общины, то, конечно, в них на первый план стали выходить не только индивидуальные моральные требования, которые мы с вами знаем из Нагорной проповеди и так далее, но и вопросы о том, как, в общем-то, строить жизнь общины, на каких принципах, на каких правилах, как должны соотноситься члены церкви между собой, потому что понятно, что Евангелие не могло просто рассматривать тему отношения языческой и еврейской части римской или любой другой церкви. Такой проблемы, когда Христос обращал свою проповедь к своим соотечественным, просто не существовало. То есть время ставило новые проблемы, новые нравственные задачи, и они требовали разрешения, и послания апостола Павла, они не в последнюю очередь вызваны именно этим, необходимостью разрешения норовых, нравственных или богословских проблем, которые были вызваны жизнью. И вот здесь апостол Павел, он как раз на ведущее место вводит пример Христа. Случайно, в других посланиях говорит, в первом послании Коринфянам, «подражайте мне, как я Христу». И вот здесь пример Христа, он тоже должен быть руководящим. То есть Христос не просто является тем, кто выдал какие-то нормы и предписания, он является живой личностью. И его жизнь, и его подвиг, они тоже для нас являются нравственным ариктиром, нравственным правилом. И всё, что было написано, прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпели в утешении, из Писания сохраняли надежду. Боже терпение и утешение дарует нам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушны, едиными устами славили Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Действительно, без терпения невозможно решение никаких проблем. Если люди нетерпеливы, если люди не издержаны, если они не готовы переносить какие-либо трудности, возникающие на их пути, то, в общем, цель им никогда не достичь. И поэтому, конечно, вот это взаимное терпение, оно является необходимым условием сохранения единства. И апостол говорит о единомыслии. То есть не о том, чтобы просто жать зубы, да, и терпеть кого-то из окружающих, он говорит о том, что действительно должны стремиться к тому, чтобы и образ мыслей у них был общий. Потому что если этой общности, в том числе этической мысли, не будет, то тогда действительно любые такие сдерживания, даже как бы терпение, оно или долго терпение, в конечном итоге не спасёт ситуацию. Рано или поздно будет брешь, пробоина, из которой выльтся все вопросы коммуникации. Поэтому здесь это единодушие, оно в первую очередь своей отправной точкой исходит именно из того, о чём говорит апостол Павел, единодушно, едиными устами славили Бога Отца. То есть вот это единство в Боге, оно в конечном итоге должно решать и все человеческие проблемы. Посему, продолжает апостол Павел, 7 стих, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Ну, вот эта открытость, которая Христа, которую мы знаем из Евангелия, которая лежит в основе Его искупительных деяний, Христос, это, конечно, цель спасения, мы об этом говорили в 8 главе, то, что мы вместе со Христом наследуем Его вечную внеземную славу. Вот как бы Христос для нас открывает эту славу, он не пытается удержать лишь одного для себя, он, став человеком, человека к этой славе приобщает. И поэтому вот эта открытость, да, она должна быть и примером для Его последователей, для тех, кто в Него поверил. Разумею, что Иисус Христос сделал всё служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцом, для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато будут славить тебя, Господи, между язычниками, и будут петь имени Твоему. И ещё сказано, «Выселитесь, язычники, с народом Его, и ещё хвалите Господа все язычники и прославляйте Его». Исайя же, говорит, будет корень Исеев и восстанет владеть народами, на Него язычники надеяться будут. Божьи надежды, да исполнить вас всякой радости и мира, вере, дабы вы силой Духа Святаго обогатились надеждой». Мы прочитали сейчас эти цитаты, эти отрывки из различных текстов, прежде всего из пророка Исаии, и ещё раз вернёмся к тому, о чём уже отчасти была речь. В богословии апостола Павла цитаты из Ветхого Завета решающей роли не играют. Он редко цитирует тексты, но цитирует, и цитирует иногда обильно, как в этом отрывке 15 главы, 9 и 13 стихи. О чём здесь говорит? Почему он это делает? Потому что, конечно, ещё раз скажу, тема спасения язычников для иудеев была довольно проблемной, и принять её окончательно было сложно, то, что язычники имеют доступ к Богу без закона, без каких-либо ограничений и без обрезания, собственно говоря. И вот здесь апостол Павел понимает, что он должен привлечь цитаты в подтверждение своей мысли, что он должен обосновать это своё положение вновь и вновь. Он неоднократно уже касался этого на протяжении посланий, мы видим такие цитаты и в третьей главе догматической части и в части Истариасовской, 9-11 главы, и здесь тоже в нравственной части он вновь возвращается к этой теме и вновь какой-то такой вот шквал цитат, который должен обосновать его позицию, который должен быть ещё раз, вновь и вновь подтвердить, получателям послания, что язычники, они предназначены к спасению, и это было предсказано уже пророком и осуществляется в настоящее время. И дальше, в 15 главе, апостол Павел говорит сам о себе, потому что он рассматривает своё служение как продолжение этого пророческого провозвестия, как осуществление того, что было предсказано ранее. «И сам я уверен о вас, братья мои, что вы полны благости, исполны всякого познания, можете наставлять друг друга». То есть, другими словами, он так хвалит своих адресатов, он понимает, что невозможно только критиковать людей, тем более сам он с римской церкви пока мы ещё не знаком. И он, как в начале послания, говорит о том, что вера к римской церкви возвещается во всём мире, а здесь тоже говорит о своих получателях, об адресатах своего послания. Очень возвышенные такие вещи. Но, несмотря на это, он переходит к тому, почему же всё-таки он пишет им. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминании вам, по данной мне от Бога, благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благословения Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, по было благоприятным Богу». Итак, вновь апостол Павел обращается к тому, почему же он пишет в римской церкви, собственно говоря, почему он даёт какие-то назидания, имеет ли он на это полномочия, право. И он говорит о том, что он является апостолом язычников, так он себя называет. И это служение, служение Христу у язычников, он его сравнивает с священодействием, то есть с жертвоприношением, то есть он себя сам рассматривает как священника. И говорит о том, что то, что делают язычников, изменив свой образ жизни, поверив во Христа, войдя в церковь, это тоже как бы приношение Богу, приношение, которое Ему приятно, оно очищено Духом Святым. То есть вот эта тема очищения чистой и нечистой пищи, оно, конечно, продолжается здесь, и апостол Павел говорит о том, что это очищение, оно совершается Духом Святым, то есть язычники очищены Духом Божиим для того, чтобы служить Богу. Не какими-то правилами, не какими-то ограничениями, эта чистота им сообщена, а непосредственно самим Богом. Именно то, что Дух живёт в них, что Он действует, что Он проявляет себя в различных каких-то дарованиях, то это показывает, что действительно это очищение, оно не призрачное, потому что Бог, Он не может себя соединить ни с чем нечистым. Если Дух Святой действует среди язычников, если Бог присутствует в них, значит, это очищение действительно совершилось. Значит, оно реально. Никаких других очищений, никаких других правил о ритуальной чистоте уже, собственно говоря, не нужно. Они могут быть устранены. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелись сказать что-либо такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников веры, словом, делом, силой знамений и чудес, силой духа Бога же. Так что благоествование Христово распространено мною от Иерусалима и до окрестностей Иллирика. Здесь апостол Павел действительно говорит о себе, но он говорит не о своих достижениях, не о каких-то своих заслугах, хотя мы видим ареал его проповеди от Иерусалима до Иеррика, это одна из областей Греции, носит такой огромный, по сути, свой характер. Он говорит, что Христос совершает это через меня силую знамений и чудес, силую духу Божию. То есть сам апостол Павел понимает свою немощность, он прекрасно сознаёт, что, конечно, то, что он делает, не является его личной заслугой. Он всё это совершает силой духа. И более того, он говорит о том, что он всегда старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христова, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нём известия увидят и не слышавшие узнают. И это, конечно, усложняет задачу, потому что одно дело, когда человек приходит и начинает уже проповедовать какое-то сложившееся, сформировавшееся, уже существующее общение, совсем другое, если он начинает с нуля. Если в этом месте никто ещё никогда не слышал христианской проповеди, и как не отнесутся люди, совершенно неизвестно. Мы с вами прекрасно знаем из книги «Деяний». Итог, может быть, непредсказуем. И вот, несмотря на эту очевидную опасность, несмотря на всю трудность этой задачи, апостол Павел всегда обращается, прежде всего, к тем, для кого эта проповедь Христа является полной новостью, кто, собственно, её не ждал, и для кого она не то, что просто новой, а, в общем-то, не соответствует, может быть, каким-то своим представлениям, каким-то нормам, установкам и так далее. То есть, апостол идёт наперекор, он не боится того, что может получиться в итоге, не упрощает задачи, которые стоят перед ним, потому что он хочет, чтобы как можно больше людей вошло в реал христианской церкви, чтобы как можно больше людей узнали о Христе, получили спасение. И дальше он говорит об этом. «Сие это много раз и препятствовало мне прийти к вам». То есть, конечно, те трудности, которые стояли на его пути, а их, как мы понимаем, было немало, не давали апостолу Павлу, который давно уже хотел оказаться в Риме, побывать там. «Ныне же, не имея такого места в всех странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только приму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижу с вами, что вы приводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». Итак, апостол Павел имеет такие грандиозные, глобальные задачи. Он хочет дойти до Испании. А Испания – это была, собственно говоря, западная граница тогдашней империи, там со времен Средневековья, со времен древности находилось место, которое называется Финистера, конец мира, и вплоть до открытия Америки Колумбом оно считалось крайне западной точкой тогдашнего мира. Другие миры в Европе до этого были неизвестны. Так вот, апостол хочет пройти всю европейскую часть тогдашней Рийской империи, не просто дойти до Рима, столицы тогдашнего мира, но он хочет и дойти аж до Испании. Надо сказать, что в Испании не существовало предания относительно проповеди апостола Павла. То есть, несмотря на наличие пастырских посланий, мы не знаем из предания Испанской Церкви, осуществил ли апостол Павел свой замысел или нет. Но, тем не менее, такое желание у него было. И это тоже, на самом деле, удивительно, потому что мы, опять же, прекрасно понимаем, и вот апостол Павел здесь указал на те препятствия, которые возникали на его пути, что расширение ареала его проповеди, оно не только может привлечь новых адептов, новых последователей ко Христу, но и неизбежно, конечно, означает, что на пути его ждут новые препятствия, новые трудности. И, собственно говоря, их было огромное количество, ведь об этом он в других посланиях пишет более подробно, о том, что его и били неоднократно, и он был и в кораблекрушениях, и к разбойникам попадал, и так далее. То есть, понятно, что это расширение христианской проповеди, оно не сулит ему ничего нового, ему не гарантирован успех, и даже если он будет, даже если Бог в этом ему окажет содействие и помощь, все равно, конечно, неизбежны будут и скорби, и трудности, и различные заключения. Поэтому вот здесь нам очень важно понять мотив проповеди апостола Павла, что его трудности не останавливают, он готов идти наперекор судьбе. И это, собственно говоря, и связано с его путешествием в Иерусалим, это окончание третьего сельского путешествия, потому что именно там его ждет арест. В одной части даже предполагают, что Иерусалимская церковь, может быть, для кого-то из нас это не звучало странно, скорее всего, не примет его, не только его, но и те пожертвования, которые он туда несет. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо в Македонии Ахай усердствует некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме, усердствуют, да и дожники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им и послужить телесным. Исполнив это и верно, доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением, благословением Христовым. И между тем, моляй вас, братья, Господа нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудей, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радость, если угодно Богу, прийти к вам и успокоиться с вами. Боже мира добудет со всеми вами. Аминь. Итак, вот мы видим, что апостол Павел не уверен в том, что его визит в Иерусалим вызовет у тамошней церкви достойный приём. Сам он идёт туда не случайно, он несёт пожертвования для Иерусалимской церкви. Дело в том, что костяк Иерусалимской церкви, он состоял не в последнюю очередь, в том числе апостольский, из людей, которые пришли в Иерусалим, из других частей тогдашней Иудеи Палестины, в том числе из Галилеи, из которой происходили апостолы. И понятно, что, оказавшись как бы в неродной территории, люди должны были каким-то образом обеспечить своё существование, его гарантировать. Это было достаточно сложно. Мы знаем это из книги Деяний, многочисленные пожертвования, они спасали ситуацию, но они не носили долговременный характер, поэтому для того, чтобы Иерусалимская церковь могла существовать, апостол Павел в других общинах, языческих общинах он собирал пожертвования для Иерусалимской церкви. Это было для него важнее самого, потому что это показывало, что он не просто какой-то такой диссидент или выскочка, который непонятно откуда взялся, а что всё-таки связь его с Иерусалимской церкви, она есть, она реальна, и как бы может даже материальный носит характер, что, конечно, для самой Иерусалимской церкви было немаловажно. Но в то же время Иерусалимская церковь, которая возглавлялась тогда Иаковом, братом Господнем, она отличалась действительно такой ревностью, как мы знаем, о законе, и в Деяниях эта ситуация описана. Мы, собственно говоря, точно даже и не знаем, приняла Иерусалимская церковь это пожертвование или не приняла. Скорее да, чем нет, но в то же время как бы понятно, что эти деньги, которые собрали язычники, бывшие язычники, да, и как к этим пожертвованиям относится Иерусалимская церковь, которая стала из таких ревнителей закона, не в последнюю очередь апостол Павел загодя не знал. Более того, он, в общем-то, предполагает, и так оно и произошло, что его приход будет воспринят неоднозначно. И вот поэтому, ещё как бы готовясь к этому возвращению в Иерусалим, апостол Павел пишет послание к римлянам для того, чтобы столичная церковь, с которой он сам ещё не знаком, и в которую только собирается прийти, его поддержала, была бы ему под спорьем, потому что всё равно неизбежна, конечно, любая столичная церковь, она определяла, была у неё определённый авторитет и так далее, а это позволяло каким-то образом гарантировать апостолу Павлу то, что он не будет окончательно отвергнут, не будет изгоем, потому что если Иерусалимская церковь его отвергнет, римская церковь неоднозначно будет относиться к его деятельности, его положение в христианском мире, оно приводит некую такую неустойчивость, неясность, неоднозначности, да, и мы должны понимать, что это действительно было так. Поэтому вот здесь апостол Павел, он делает такой дипломатический ход и подробно римской церкви излагает своё учение и дальше обращается к ней в заключение послания для того, чтобы заручиться её поддержкой. Но есть ещё один момент, который всё-таки связывал римскую церковь с апостолом Павлом, это то, что были конкретные люди в римской церкви, которые были связаны с апостолом Павлом, которые были ему известны, и вот о них он пишет в заключительной главе послания, тем самым проводит ещё один мостик между своим служением и римской церковью.